Здравствуйте всем! Я с Украины, с Одессой. И хотел, друзья, поговорить поговорить по поводу, друзья, выживания с Господом Богом, нашим Иисусом Христом. И что же, друзья, это значит? Возьмем, друзья, за пример такие разные и интересные, друзья, истории. А то возьмем, друзья, историю, допустим, из нашей церкви, друзья. Вот, допустим, арест-туржителя, друзья, всегда молятся Богу. Прилетел недалеко российско-иранский шахет, да, друзья? Вот, но их не задело, они живы-здоровы, все, окей, и живы, и здоровы, и окей, да. Ну, такой пример, да. Казалось, скажет случайность, скажет круто-чудо, но сам факт, друзья. Лишний раз помолиться никогда не помешает. Близко, но целый и здоровый. Дальше, друзья, пастырь, друзья, детской церкви. Серьезные проблемы с аневризмой, с головой, друзья, серьезное, ну, воспаление в голове. И что? Казалось, давали шансов, ну, очень мало. Чуть ли не там один, два, три, пять, максимум пять процентов выжить. Итог? Жив-здоров, Бог верил в Господа и молился, не кому-то, друзья, а именно нашему Творцу Иисусу Христу. И в итоге, друзья, жив-здоров, свидетельство Божья, друзья. Вот вам два. И, друзья, возьмем за историю ситуацию в Андах, друзья. Кто не знает, Анды, это такие горы, на континенте Южная Америка, друзья, вот, в западной его части. И, друзья, вот такая страна Уругвай, да, туда вот люди как-то верующие, рэкбисты по своей команде летели, вот, ну, в Чили. И, к сожалению, самолет потерпел крушение в горах, но не разбился полностью. Уже, друзья, первое смотрим. Обычно, когда самолет двигался в горах, он разбивается. А здесь, друзья, в горах, самолет, в принципе, уцелел. Ну, не уцелел полностью, но, в принципе, как более-менее, то есть, ну, на месте, да. То есть, когда-то людей вышло, друзья. Потом, а их никто не мог, друзья, найти долго. Они были в холоде, в горах, холодно, друзья. Это летняя одежда, ну, примерно, как я понимаю, да. Но все же, друзья, были долго, друзья, выжили. И давал силу, друзья, вера в Иисуса Христа. И Господь, друзья, все предусмотрел так, чтобы они были опять живы, друзья, дальше, да. То есть, и выжили в крушении, и смогли пережить весь холод. Потом их нашли, друзья, и, слава Богу, все окей. Что, друзья, о чем это говорит? А здесь, друзья, о настоящем, друзья, Божьем чуде. И, друзья, третье, и четвертый, точнее, момент, да. Берем, например, нашего апостола, друзья, который заболел ужасной болезнью, да, друзья, еще более 20 лет назад. Сказали, все, но там, только вам жить, там, осталось, там, да. Он не сдается, верит в Господа, влаживается в церковь, то есть в Дом Божий. И что происходит, друзья? И он исцеляется, друзья, и, говорится, жив, здоров, уже больше 20 лет, и возвращает дело Господние, вот, подымает церкви и так далее, да. То есть, служит Господу, да, друзья? И, друзья, а если бы все эти, друзья, люди бы не верили в Господа, были бы атеистами или, там, не знаю, какой-то Будды, Аллахи эти все, да, вот, такие непонятные, да, верили, друзья, чтобы это было бы. К сожалению, было бы, скорее, что, друзья, ну, это было бы намного более печально. Поэтому, друзья, что это говорит о том, что Господь наш Иисус Христос есть путь истинной и жизнь, он истворит всей Вселенной, друзья, да. И поэтому, друзья, если мы верим, просим ему помощь, молимся ему. И, друзья, он за нас ходатайствует, и спасает на сколько времени на этой земле, друзья. А главный, друзья, он ходат в цена с вечности, друзья, в раю. Поэтому, друзья, понимаем, что мы с ними, друзья, по-нормальному и вышли, так говорится, с Богом. И в итоге правится в вечность в рай, друзья. Друзья, друзья, всегда молиться, уповать на Господа и любить Его, Господа нашего Иисуса Христа. А именно, друзья, помним, что это место вечного мочения, друзья. А рай это место полного счастья, радости и благодати, друзья. То же самое, как здесь, шикарно, в Одессе, друзья, на Дерибасовской улице, самой известной улице, друзья, в СССР и даже Европы, друзья. Только в районе все еще будет бесконечно разлучен. Поэтому я ссылочку оставлю, друзья, на полное видео в офисании, где наши апостолы, друзья, в дальней раз берут видео. Обязательно, друзья, смотрим видео, питаемся Словом Божьим, укрепляем свою веру в Бога. Бога конкретным, укрепляем веру. И таким образом, шаг за шагом, протапливаем себе дорожечку в вечность, в рай. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...